Всем добрый вечер, меня зовут Сергей Багрий и тема нашего семинара анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Fibonacci. Мы с вами сегодня проведем анализ с постановленным валютным паром, металлом, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Сейчас попрошу подтвердить плюсиком в чате, если меня хорошо слышно, видно. Вопрос вы сможете задавать в чате только после того, как вы идете в личный кабинет. Ну и в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти простую регистрацию на сайте alpari.com, после чего вы получите полный доступ ко всем сервисам компании Alpari. Итак, вижу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо, будем начинать. Приступим. Итак, попрошу открыть график валютной пары евро-доллар. Таймфрейм 1 час. Ну что ж, сегодня медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня, подтверждая продолжение тренда. Тренд у нас медвежий, валютная пара продолжает торговаться с понижением. В последний раз открыть ордер на sell. Нужно было по цене 1.19.45. При достижении этого уровня состоялась коррекция на 50 процентов на основе предыдущей медвежьей волны. Давайте мы с вами сейчас вернемся по истории. Еще раз посмотрим, где началась предыдущая медвежья волна. С максимум 29 августа началась и завершилась на минимум 31 августа. Вот как раз при достижении уровня 1.19.45 и нужно было продавать. В последний раз такой цены было в день 22 сентября. Ну и после этого рынок открылся с гэпом вниз и на этой неделе евро в основном торгуется с понижением. Падение было на 180 пунктов. Актуальная медвежья волна завершилась на максимум вчерашнего дня. Уровень, с которого началась небольшая коррекция, но не было коррекции на 50 процентов. Сегодня я на самом деле ждал роста, ждал продолжения коррекции, но этого не было. Сегодня медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня и пока что мы с вами продолжаем оставаться вне рынка. Ждем завершения актуальной медвежьей волны. Она началась еще вчера после того, как завершилась коррекция и пока что завершилась на минимум сегодняшнего дня. Но опять же это пока что почему? Потому что день еще не закрылся, а до конца дня минимум еще раз может быть обновлен. Поэтому только в конце дня мы с вами можем точно сказать, где началась волна, где завершилась волна и где стоит ожидать коррекцию. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Британский фунт, доллар США. Ну что ж, сегодня медведям также удалось обновить минимум вчерашнего дня. Кстати, сегодня медведям удалось даже обновить минимум 15 сентября, уровень с которого началась актуальная бычья волна. Если, конечно, сегодня день закроется ниже этого уровня, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Очень важный уровень. На этом уровне медведи попытаются закрепиться ниже, ну а быти пока что, как видите, не сдается. Так что сегодня следим за этой валютной парой и завтра нам уже с вами будет понятно, в каком направлении будем торговать. По франку тренд бычий, по франку тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с повышением по тренду. Наша основная цель еще не была достигнута. Ждем рост как минимум до уровня 160,08 по решению Фибоначчи. Ожидаемая цель расположена по цене 0,98,20 примерно. Хочу обратить ваше внимание на то, что открыть ордер на бай нужно было по цене 0,9655, с чем я вас и поздравляю, если вы, конечно, открыли ордер на покупку. Вот она актуальная бычья волна. Началась еще с минимум 15 сентября, завершилась на максимум 21 сентября, уровень с которого началось падение доллара по отношению к франку, началась коррекция. И в день 25 сентября состоялась необходимая коррекция на 50%. Опоздавшие смогли открыть ордер на покупку на следующий день, то есть вчера, 26 сентября. И, как видите, валютная пара развернулась и продолжила движение вверх по тренду. Максимальная просадка составила примерно 15 пунктов. Ну и плавающая прибыль составляет 100 пунктов. Итак, наша цель это 0,98 и 20. Стоп-лоссы рекомендую перевести в безубыток или даже в положительную зону. Если вдруг валютная пара развернется, как минимум можно будет выйти с рынка с нулевым результатом или с небольшим профитом. Сегодня быкам удалось обновить максимум 21 сентября. У нас началась очередная импульсная волна. Началась она с минимума 25 сентября. Завершилась пока что на максимум сегодняшнего дня. Ну а завтра нам уже с вами станет понятно, где она завершилась и где мы с вами должны будем ждать коррекцию. Пока что, конечно, это еще не окончательно, поэтому рекомендую опоздавшим остаться вне рынка. Хочу попросить также написать в чате, кто открыл ордер на покупку по франку. Если среди вас есть те, кто открыли ордер на бай, дайте об этом знать и делитесь, пожалуйста, результатами, мнениями. Тренд у нас бычий. Рождение бычьего тренда состоялось давным-давно. Но если вернуться по истории, вы увидите то, что подтверждающий сигнал о развороте мы с вами получили еще в день 30 августа. Вот начиная с 31 августа, вот уже на протяжении одного месяца, мы с вами должны были торговать только в одном направлении. В начале тренда открыть ордер на покупку нужно было по цене 0.9555 и сейчас прибыль составляет 200 пунктов. Вот за этот месяц рост составил примерно 200 пунктов. И этим самым тем, кому удалось открыть ордер в начале тренда, удалось заработать 200 пунктов. По крайней мере, на данный момент. Тимур пишет, открыл по франку. Ихар пишет, стою с 0.9649. У вас прибыль плюс 100 пунктов. Тимур пишет, по одной 194, а другая 111. Я так понимаю, это пункты. Ольга пишет, франк покупка от 0.9555. Прекрасно. Да, 0.9655 пишет, это нас покупка. Также плюс 100 пунктов. И Игорь также пишет, то что открыл по цене 0.9555. Ну что ж, прекрасно. Очень хорошо, то что вам удалось открыть ордер на бай. Не зря я говорил о том, что стоит рассмотреть покупки. Ведь торговля ведется по тренду. А тогда, когда торговля ведется по тренду, скорее всего, то, что движение продолжится по тренду, чем скорее всего, сменит направление. Поэтому стоило ожидать. Стоп-лосс рекомендую привести как минимум без убыток или в положительную зону. И ждать продолжения тренда, ждать достижения уровня 0.98.20. Тимур пишет, Сергей, может закрыть сделку по евро-доллару? А что у нас по евро-доллару? Давайте еще раз посмотрим. Закрыть вы имеете в виду фиксируя прибыль? Да, кстати, у нас по евро-доллару, ну на самом деле еще наша основная цель не была достигнута. Давайте проверим. По евро-доллару тренда медвежьей по евро-доллару нужно было продавать. Я надеюсь на то, что вам удалось открыть ордер на сел. В последний раз продавать, как я вам говорил, нужно было по цене 1.19.45. Цель 1.17.00. Минимум сегодняшнего дня был на уровне 1.17.16. Сегодня, как говорите, не хватило 16 пунктов для того, чтобы зафиксировать перебать. Я скажу так, по евро-доллару лучше перевести стоп-лосс в положительную зону чуть выше минимальной цены вчерашнего дня. Переводите стоп-лоссы по цене 1.17.60. И даже если мы с вами увидим разворот, нам с вами как минимум удастся заработать примерно 185 пунктов. То, что опять же неплохо. Также попрошу написать в чате, кто открыл сделку по евро-доллару. Мне интересно, вы верили в падение евро-доллара? Многие, конечно, относились скептически к падению. Но опять же, правило из правила. Тренд. Есть тренд. Никто не отменял правила тренда. Поэтому стоило ожидать падения евро-доллара. И те, кто торговали по тренду, конечно, в итоге получили возможность закрыть как минимум часть сделки с профитом. Или перевести в положительную зону свой стоп-лосс. Тимур пишет, да. Я не верил, пишет Тимур, но открыл. Тимур, как я вам не раз говорил, вам не нужно торговать на основе вашей веры. Верьте, не верьте. Тренд есть. Тренд развивается, как бы там ни было. Поэтому открывать ордера нужно как робот. Не полагаясь на ваши чувства, на ваши эмоции, на вашу веру, на вашу интуицию. Есть вход, значит входим в рынок. Нет входа, значит продолжаем оставаться вне рынка. Ихар пишет, стою с 1.19.51. Прекрасно. И Игорь пишет, да, стою в продаже с 1.19.45. Отлично. Ну что ж. Хорошо то, что вам удалось продать. Я надеюсь на то, что рынок нам предоставил возможность закрыть ордер по тейк профиту, по цене 1.17.00. Ну а если даже и этого не случится, то как минимум мы с вами 185 пунктов сможем заработать. Далее. По валютной паре доллар США и японская иена, тренд бычий, тренд продолжает развиваться. В последний раз покупать нужно было по цене 111.90. Такой цены было вчера, такой цены было в день 25 и 22 сентября. В последние три дня торговля велась в боковом диапазоне. Вокруг уровня 111.90. Ну что ж. Тренд в итоге продолжил развиваться. Валютная пара развернулась и продолжает торговаться с повышением в сторону быков. Плавающая прибыль составляет примерно 120 пунктов. Стоп-лосс рекомендую перевести в положительную зону, чуть ниже максимальной цены 21 сентября. Этим самым заработать можно будет примерно 75 пунктов, если даже и валютная пара развернется. Ну а наша цель расположена чуть выше, на уровне 163.8 Порушерей Фибоначчи. Цена 114.00. 114.00. И да, сегодня быкам удалось обновить максимум 21 сентября. Так что у нас образовалась в очередной раз бычья волна. Началась она с минимума 25 сентября. Завершилась пока что на максимум сегодняшнего дня. Но опять же это пока что. По иене кто-то открыл на покупку? Ольга пишет. Если вернуться по истории, вы увидите то, что рождение бычьего тренда состоялось еще в день 11 сентября. То есть начиная с 12 сентября мы с вами должны были начать торговать по бычьему тренду. И открыть первую сделку на бай нужно было по цене 110.45 примерно. 110.45. Ихар пишет 111.88 на покупку. Наталья пишет. Я закрылась по расширению 100. Тоже неплохо, Наталья. Вам удалось заработать 110 пунктов примерно. Игорь пишет. Да, с уровня 110.44. Тимур пишет. Я открыл с уровня 111.90. Ольга пишет. По иене вылетела по стопу 15 сентября. И не рискнула заходить повторно. Ольга, во-первых, стоп-лосс они всегда были, есть и будут, и без этого. Но если придерживаться стройных правил этой системы, вы очень быстро сможете выйти с просадки, даже если окажетесь в нее, и даже им заработать. Те, кто торгует по этой системе, давным-давно убедились в том, что с просадки можно очень быстро выходить. Стоп-лосса компенсируется, в принципе, за счет одного-двух тейк профитов. И достаточно попасть в более продолжительный тренд, как у нас начнутся заработки. Да, Наталья, я постараюсь выложить все семинары этой недели на YouTube, и вы сможете повторно ознакомиться. Далее рассмотрим валютную пару австралийский доллар, доллар США. Тренд у нас медвежий, тренд продолжает развиваться. Итак, мы с вами пока что вне рынка, не было возможности открыть вордер на сел, не было входа. Сегодня я ожидал продолжения коррекции, но этого не было. Поэтому мы с вами и сегодня остались вне рынка. Ну что ж, пока что нечего добавить, так что продолжаем ждать своего сигнала. Не нужно искать причин для входа. Я сегодня, кстати, говорил с одним трейдером. И он рассказывал про то, что не хватает терпения ждать. Но опять же, лучше всего, конечно, ждать сигнала и не торопиться со входом. А то, когда мы с вами начнем искать причины, конечно, мы с вами найдем причины для того, чтобы войти в рынок. И очень часто так получается то, что входы по нашим причинам, по нашим желаниям в итоге, они не прибыльные. Поэтому ждите своего сигнала и торгуйте по правилам системы. Что касается валютной пары, новозеландский доллар, доллар США, трансменил направление. Последняя бычая волна началась минимум 18 сентября. Завершилась на максимум 20 сентября. Закрытие вчерашнего дня было ниже. Так что, начиная с сегодняшнего дня, мы с вами должны начать торговать по медвежьему тренду. Итак, актуальная медвежья волна началась максимум 20 сентября. Завершилась на минимум вчерашнего дня. Коррекции на 50% пока что не было. Будем ждать достижения уровня 0.73.00 примерно. Вот как раз на этом уровне и стоит рассмотреть продажи. Пока что, конечно, продолжаем оставаться вне рынка. Ну и что касается последней валютной пары, доллар США, доллар Канаде. Здесь пока что ничего не поменялось. Да, тренд у нас бычий. Да, тренд продолжает развиваться. Но пока что нет того роста, которого нам бы хотелось. Ждем роста как минимум до уровня 100 параширы и фибораччи. Ожидаемая цель 1.24.70. И последняя цель 1.26.40. Актуальная бычая волна по канадскому доллару началась минимум 22.00. Завершилась на максимум вчерашнего дня. Коррекция на 50%. Да, было. Было, кстати. Обратите внимание, вчера состоялась коррекция. Вчера те, кто планировали покупки. И сегодня, кстати, во время азиатской сессии, нужно было покупать 1.23.35. Примерно уровень, при достижении которого, нужно было открыть ордер на покупку. 1.23.35. Сегодняшний максимум пока что он ниже максимальной цены вчерашнего дня. Поэтому актуальная бычая волна завершилась на максимум вчерашнего дня. Уровень, с которого началась коррекция. На 50% коррекция состоялась. И открыть ордер на покупку нужно было повторно сегодня. 1.23.35. Сейчас прибыль составляет примерно плюс 40 пунктов примерно. Татьяна пишет, что вы думаете по рублю. Давайте мы с вами рассмотрим рубль чуть позже. Ольга пишет, по канадцу в покупке от 1.22. Прекрасно, Ольга. Я так понимаю, вам удалось открыть ордер на бай еще в день 20 сентября. Ну что ж, 180 пунктов плавающая прибыль. Сергей пишет, Тимур. По канадцу проверьте сегодняшний максимум. Да, вы уже проверили. Наталья пишет, я открыла по цене 1.23.35. Прекрасно, Наталья. Очень хорошо. Теперь давайте мы с вами рассмотрим металла, золото, серебро. По металлу, ну опять же, движение вниз. Опять же, движение вниз. Да, жаль то, что опять у нас смена тренда, скорее всего. То есть это был ложный сигнал. Обратите внимание. Вот она, последняя медвежья волна. Была предварена вчера. То есть не вчера, а 25 сентября. Вчера мы с вами ждали покупки. Покупки, в принципе, были. Вчера покупать нужно было по цене 1301. Но торговля продолжилась вниз против тренда. И сегодня мы с вами по металлу, к сожалению, получили стоп-лосс. Ничего страшного в этом нет, так как те, кто торговали по тренду, по предыдущему тренду, до этого сумели неоднократно фиксировать прибыль. И по металлу серебро. Здесь у нас тренд медвежий. Продолжать нужно будет торговать в одном направлении, в сторону медведей. Актуальная медвежья волна началась максимум вчерашнего дня, завершилась на минимум вчерашнего дня. Коррекции на 50% сегодня не было. Ну а продавать в последний раз нужно было по цене 17.00. Это можно было сделать вчера. И сейчас торговля, как говорите, ведется по цене намного ниже. Так что те, кто в рынке, уже с небольшим профитом и стоп-лосс смело можно перевести в безубыток. Ну что ж, нам с вами осталось примерно 7 минут. Вот давайте за эти 7 минут мы с вами рассмотрим рубль. Готовы ответить на остальные ваши вопросы, если они есть. Итак, рубль. И биткоин, пишет Игорь. Ну, попытаемся. Тимур пишет фунт и иену. Ну, обещать я не буду, Тимур. Давайте посмотрим, как мы с вами успеем. У нас семинар закончится в 17.15. Итак, по рублю. Что же я вижу по рублю? Ну, на самом деле по рублю тренд бычий. Тренд медвежий завершился. Начался бычий тренд. Итак, по рублю актуальная медвежья волна началась с минимум 7 сентября, завершилась на максимум 19 сентября, уровень с которого началась коррекция. Давайте мы с вами перейдем на часовый график и вам так будет лучше видно. Итак, начиная с минимум 7 сентября, началась актуальная бычья волна, завершилась на максимум 19 сентября. Я растяну линии Фибоначчи. Вы увидите то, что коррекция на 50% состоялась при достижении уровня 57.50 примерно. И вот она коррекция на 62% также состоялась. Ну что ж, покупать на самом деле нужно было по цене 57.50 по нашим правилам. Так что те, кто открыли ордер на buy, сейчас в рынке с небольшим профитом. Уровень продолжения тренда уже был достигнут сегодня. При преодолении этого уровня мы с вами увидим продолжение тренда и рост доллара по отношению к рублю. Тренд у нас бычий. Ну а стоп-лосс нужно будет выставить за минимум 7 сентября. 56.60 примерно. Вот за этим уровнем лучше всего выставить стоп-лосс. Сейчас стоп-лосс уже смело можно перевести в избыток. Валютная пара преодолела 50% от размера нашего тейк-профита. И что касается цели. Давайте мы с вами определим. Для этого нам с вами необходимо будет растянуть расширение Фибоначчи. Ну что ж, наша основная цель расположена на уровне 100 по расширению Фибоначчи. 58.60 с небольшим запасом. И последняя цель 59.60. Ну что ж, тренд бычий. Это мои прогнозы по рублю. Биткоин просил Игорь. Давайте рассмотрим и биткоин. Почему бы и нет. Нужно будет перейти на счет типа ACN. Давайте я сейчас быстро открою новый демо счет типа ACN. Так как торговать криптовалютами можно на счетах ACN. Итак, по биткоину. Где же у нас? Ну что ж, на самом деле пока что тренд все еще остается медвежьим. Да, вы хорошо меня слышали. Тренд пока что медвежий. Тренд пока что медвежий. Здесь у нас первая медвежья волна. Здесь у нас вторая медвежья волна. Итак, если перейти сейчас на часовом графике. Актуальная медвежья волна по биткоину началась максимум 6 сентября. Завершилась на минимум 15 сентября. Растянем также линии фибоначчи. Коррекция на 50% уже состоялась. Даже на 60 или 8. Да, сейчас биткоин растет. Но пока что я все еще вижу потенциала к снижению. По крайней мере по правилам моей системы. Тренд сейчас медвежий. Рекомендую сейчас рассмотреть продажи. Ну а уровень разворота расположен на максимум 6 сентября. Если мы с вами увидим закрытие выше этого уровня. Вот только тогда мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Этого пока что нет. Поэтому рекомендую рассмотреть одни лишь продажи. Ну и кстати, обратите внимание на то, что после того, как мы с вами... Вот она, первая медвежья волна началась максимум 1 сентября. Завершилась на минимум 4 сентября. И открыть первую сделку на сел. Нам с вами нужно было по цене с уровня 50 по Фибоначчи 4565 долларов. Вот кстати, обратите внимание, давайте я уберу эту линию. Вот она, первая медвежья волна. И вот она, коррекция на 62%. Уровень, при достижении которого быки встретили сопротивление. И, как видите, биткоин развернулся. Продолжил движение вниз по тренду. И вот, пожалуйста. Если расширение фибоначчи, вы увидите то, что наша цель была достигнута еще в день 14 сентября. Вот прогнозы по биткоину. Тренд пока что медвежий. Тимур, к сожалению, не получится провести анализ по фунту и иену. Уже время. Времени уже нет. Еврофунт тоже нет, Наталья. Бренд, к сожалению, тоже не получится в этот раз. Я, Бай 58. Не понял, что вы имели в виду, Атамас. Для определения коррекции по канадцу. Разве мы не должны ждать завершения дня? А сегодня не было коррекции на 50%. Наталья, обратите внимание на то, что вот. Вот она коррекция. Сегодня рынок открылся с гэпом вниз. И цена дошла до уровня 50 по фибоначчи. 1,2335. Вот здесь и нужно было покупать. Вот она. Актуальная бычая волна завершилась на максимум вчерашнего дня. Уровень, с которого началась коррекция. И сегодня нужно было покупать. Ну что ж, у меня на этом все. Очень важную новость хочу вам сообщить. На этой неделе, в конце недели, 29 сентября, в 19.00. У вас есть возможность посетить наш совместный телемост с Алексеем Иршовым. Если вы откроете страницу alpare.com в разделе новости, вы сможете прочитать новость про наш совместный телемост. Итак, на этом курсе, на этом клубном дне вы узнаете про мой метод, про метод Алексея Ярошова, который торгует по уровням Ганна. У вас будет возможность впервые увидеть мнение двух трейдеров. У вас будет возможность сравнить наши прогнозы, рекомендации по различным валютным парам. Вы, конечно, сможете ознакомиться нашими стратегиями. Поэтому будет очень интересно. И в конце недели, 29 сентября, в 19.00 по Москве, мы вас ждем на этом клубном дне. Уровни Fibonacci и Ганна по вседневной торговле. Ну что ж, у меня на этом все. Время прощаться. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. С вами, как обычно, был Сергей Багрий. Желаю всем хорошего дня. Удачи во всем. Берегите себя. До скорой встречи. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.